Роли, которые происходят в нашей жизни. Вообще, в нашей жизни столько всего поменялось, столько необычных вообще идей, столько необычных ролей. Андрей, привет! Алло, привет! Я пробился к тебе наконец-то. Такое ощущение, что сейчас все выходят в прямой эфир и просто обваливают к черцам собачьим интернет. Ну а что делать, на самом деле? Смотри, у нас такое получается хоум-телевидение. То есть как бы есть возможность соединиться с абсолютно любым человеком, с абсолютно любым недоступным, вполне может быть, даже раньше. Вот попробуй тебя выхвати раньше. Ты на репетициях, ты на спектаклях. Я помню, когда мы с тобой занимались, а я, ребята, всем рекомендую Андрея, мы с ним занимались именно сценическим голосом и готовили одно мероприятие фантастическое. И благодаря ему я добился всех своих целей. А самое интересное, знаешь, как-то после нашего с тобой занятия я пришел на день рождения и прочитал тост. Как раз мы с тобой говорили о том, как удлинить процесс, как его сохранить. И, в общем, это было очень интересно. Приятно, приятно, черт возьми. Тем более мы там еще и стратегией чуть занимались, и драматургией. Это да. Скажи, пожалуйста. Делать так, чтобы люди прожили и... Да, скажи, в целом. Ты тоже на карантине? Слушай, ну я не то, чтобы прям сижу, но я позволяю себе, конечно, всякие вылазки. Вот сегодня мы, например, сделали с моей супругой фотосессию для одного... Я видел, видел. Уважаемого, дорогого ювелирного бренда нашего, да. Мы там все отфоткали всякие... Меня во всяких железках красивых, в общем, и приехали недавно домой. Ну, поэтому оно не получается. Нет, пока я позволяю себе. Слушай, ну вообще, как ты считаешь, насколько... Насколько вот должна быть осознанная позиция у каждого человека с точки зрения вообще вот сложившейся ситуации? Ты понимаешь, какая вещь, что-то все... Я, по-первых, в специальности политолог, и поэтому я немножко занимался политтехнологиями совсем немножко в прошлой жизни совсем. И я очень хорошо понимаю, что наши действия часто, общественные особенно, зависят от того, какой информацией мы располагаем и откуда мы эту информацию берем из каких источников. И поэтому в текущей ситуации... Ну, то есть, если верить, условно говоря, официальным сводкам, которые сообщает там правительство Москвы о цифрах заболевших и так далее, это там какие-то одни действия. Может, тогда наплевать совершенно, потому что это в пределах пока статистической погрешности. И жить свою жизнь, как обычно, как будто ничего не произошло. Если там используют альтернативные источники, которые говорят о совсем других цифрах и масштабах, и смотреть внимательно, изучать, что читать, что пишут врачи, вирусологи и так далее, ну, тогда там, естественно, настроение становится более задумчивым, и ты начинаешь там, действительно, думать 10 раз, здороваться человеком за руку или нет, там, выходить из дома или нет. Ну, я предпочитаю с разумной осторожностью, там, мою руки, там, да, аккуратно, так сказать, не трогая лишний раз себя там за лицо, там, промываю. Но все-таки какой-то активный образ жизни вести, пока нас окончательно официально не закрыли, пока есть такая возможность. Я здесь немножко с тобой не соглашусь, я все-таки больше за осознанность, о чем я хочу сказать. Вот так как у нас очень много разных друзей, информация, вот у меня в группе люди живут в Германии, в Италии, они говорят о совсем серьезных изменениях, которые произошли в их странах, и, конечно же, мы понимаем, что мы отстаем примерно на две недели, и вот через две недели то, что у них сейчас происходит, произойдет у нас, но от этого во многом, мне кажется, зависит позиция человека, ведь мы можем являться не больными, но мы можем являться носителями. И здесь вот, знаешь, очень интересная была позиция, вот мы общались с Иваном Кирилловым, он врач-психотерапевт, он говорит о следующем, надо сменить позицию попытаться сохранить себя на позицию защитить других, чтобы и вот твое поведение должно быть осознанным с точки зрения того, как моя жизнь не должна никому принести поль вреда, вот, поэтому вот у меня такая позиция. Хорошо, отлично, слушай. Наверное, ты прав, наверное, ты прав, да. Которая заявленная у нас вот сегодня, это коммуникатолог вместо аратолога, или вот человек, обладающий ораторским искусством, или человек, который умеет профессионально коммуницировать. Давай тогда для затравки поговорим, наш эфир будет короткий, всего 30 минут, вот, а потом очень важно мне, как твое мнение, как актера, все-таки о том, как принять эту роль, как сыграть эту роль, вот, которая нам сейчас всем навязалась. Ну, про роль давай тогда, наверное, во вторую очередь. Ну, сначала там начнем с теми коммуникации. Я, в общем, осознанно такую сделал эту некую провокацию, внес сюда, потому что сам, будучи актером, драматическим профессиональным и тренером, я, в общем, человек сцены в первую очередь, и сказать там другому человеку сцены, что твое время уходит, это, конечно, будет, сказать, ну, это такой способ вызвать большую волну сопротивления, агрессии, возможно, даже сказать, что это мое время уходит, ничего подобного. Так вот, я просто хотел бы провести некую разницу между ораторством в таком грубом, абсолютно вульгарном ее понимании, когда я вещаю со сцены, я пытаюсь там вкрутить какие-то свои убеждения, донести какую-то свою позицию, и в целом мне абсолютно безразлично, что по этому поводу думают люди, которые меня слушают. Ну, они же слушают, ну, вот, дескать, их работа слушается. К сожалению, таких вот, так, вульгарных ораторов я наблюдал какое-то количество за время своей работы профессиональной. Вот. А мне кажется важным сместить акцент на то, что человек, оказывающийся на сцене, он, во-первых, несет ответственность за то, какую он, какие результаты он создает в смысле воздействия на публику, в смысле того, с чем публика уйдет. Я был зрителем, да? Да. А во-вторых, мне кажется, очень важным одно убеждение, которое каждому тренеру, каждому актеру, каждому спикеру было бы полезно внедрить, что даже когда ты говоришь, а они молчат, то все равно в этот момент между вами происходит диалог, потому что люди все равно отвечают все время. Они отвечают, когда молчат, и особенно когда молчат. Они отвечают темпом и ритмом своего дыхания. Они отвечают своими эмоциями. Они отвечают тем, как они, в какой позе они сидят. Вот в такой, или вот в такой, или вот в такой. Или вообще они там отворачиваются, занимаются своими телефонами. И вот способность чувствовать эту обратную связь, и влиять на эту обратную связь, и делать так, чтобы эта обратная связь, ну, ее учитывать и включать ее вот в этот процесс энергообмена и взаимодействия, мне кажется, что это дико важная история. И ровно в этом для меня отличие между... Да, вот спрашиваем, зачем? Почему ты озадачивался этой темой, когда и что изменится в жизни твоей актерской, или если вдруг все актеры станут думать о том, что им очень важно, что они закладывают в сознание наших зрителей? Ну, тут два вопроса, наверное, разных. Первый, как бы, зачем думать, что ты закладываешь в свое послание? Ну, для меня это просто вопрос... Ну, моей личной этики, наверное. Я понимаю, что далеко не для всех это актуально, и очень многие люди рассуждают так, что, ну, в общем, каждый сам вправе. В училище или в театральном институте, в котором вы закладываете, это же не вкладывается как обязательная дисциплина, размышления о ментальном послании зрителю. Совсем нет, совсем нет. Я тебе так скажу. У меня просто была ситуация в жизни, когда я оказался на одном обучающем курсе, и я увидел, как, когда аудитория никчина в отношении, ну, скажем, мастера, который этот курс ведет, ну, вот, скажем, тренинг, да, тренер ведет тренинг, там, десятидневный, большой. Он титулованный, он уважаемый, он крутой по огромному количеству критериев, он прям молодец, объективный. Продолжение тренинга. Да. И я понимаю, что в какой-то момент вот уровень критичности восприятия того, что маэстро делает, он падает, 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 возникает вот этот глубокий рапорт с группой, и группа очень уже абсолютно критично воспринимает все, что тренер говорит сознательно, все, что он делает сознательно, а еще все, что он делает бессознательно. Потому что хотим мы того или нет, но мы все чем-то фоним. Мы фоним какими-то своими там страхами, своими вообще всем нашим опытом предыдущим, тем, как мы живем, тем, во что мы верим, тем, чего мы боимся, тем, что у нас болит. Мы этим фоним во все стороны на 360 градусов. И в этом смысле мне кажется, что в какой-то момент зритель начинает съедать тебя всего. Он начинает съедать не только то, что ты говоришь и делаешь сознательно, а еще и все, что ты льешь в уши, в том числе и бессознательно. Это очень видно, например, когда, прости, пожалуйста, я сейчас доведу, когда, например, по какому-нибудь политическому или экономическому, или общественно значимому поводу, обаятельные, яркие, харизматичные артисты, например, начинают высказываться. И с точки зрения содержания то, что они говорят, это может быть такая чушь. Это может быть глупость какая-то запредельная. Но это говорится убедительно, это говорится красивым, хорошо поставленным голосом, с убедительными жестами, как-то очень вот урегательно так. И мы начинаем это все сказать, да, наверное, наверное, это верно. И вот в этом смысле, мне кажется, все-таки важно периодически, вот то, что, если ты помнишь, во Фрэнке Шоу был прекрасный слоган «Держи мозг в чистоте». Вот мне кажется, эта фраза «Держи свой мозг в чистоте» это очень такой вот важный слоган вообще современного мира, который тонет в информационных войнах. Информационная гигиена, как я ее называю, это вообще важнейшая вещь. Для того, чтобы сосредоточиться на себе, в первую очередь нужно отключиться от того, что тебе вещает мир. То есть, вы знаешь, вот простая практика. Если вот наши слушатели нас слушают, попробуйте неделю, всего лишь неделю, перестать слушать новости, заменить телевизор и музыку со словами просто на чтение книг, просмотр фильмов или классическую музыку, и вы вдруг ни с того ни с сего ощутите, что вы начинаете задумываться о себе. Абсолютно. И вот там, если продолжить разговор про то, чему не учатся в театральных, а действительно, ну, это интересно очень, но несмотря на то, что актерская профессия, фактически это практическая психология, потому что когда ты разбираешь драматургический материал, тебе надо влезть в персонажу в голову, тебе надо понять, почему он так себя ведет, что его мотивирует, к чему он стремится, к чему он хочет, к чему он байкет. Ну, то есть тебе надо прям... Андрюш, а можно буквально секунду на этом моменте? Вот как это, как это понять, вот как это влезть в душу этого персонажа? Как это стать другим? Как это вот одеть на себя персонаж? Что это, например? Вот есть какой-то практический шаг? Почему я тебя это спрашиваю? Потому что это напрямую связано со второй нашей частью. Как нам сейчас переобуться вот в этих наших домоседах? Прежде всего, надо искренне заинтересоваться тем, в кого ты пытаешься влезть и кого ты пытаешься на себя надеть. То есть нужно прям свое внимание максимально на нем сфокусировать. Это вот прям первая история. Прям вот первая – это интерес. Прям надо заинтересоваться, и это очень, я бы сказал, это вот волевая история. А дальше есть две школы. Есть у нас школа Станиславского, которая построена на том, что я как бы себя начинаю помещать в обстоятельства персонажа и спрашивать себя, что такого со мной должно произойти, чтобы я в этих обстоятельствах себя бы так повел. Вот как так должно меня вот скрючить, что называется, что я бы, например, в обстоятельствах пьесы Ричард III начал бы убивать всех, кто претендует на престол, и всех, кто может мне составить хоть какую-то конкуренцию. Ну, например, да? Это один подход. Я начинаю этого персонажа искать в себе. И в каждом из нас что-то есть подобное, да? Конечно. А поскольку действительно в каждом из нас есть весь набор человеческих качеств, абсолютно весь, просто в разных пропорциях, то найти в себе внутреннего подлеца, внутреннего убийца, внутреннего убийцу, внутреннего маньяка, это все там... И это прям, это вполне себе можно, да? Более того, если повспоминать, и сейчас вот задать аудитории вопрос, вот, друзья, вы можете прям спросить себя, наверняка вы вспомните тем момент, например, вас одолевало желание просто порвать на части какого-нибудь там, вот, человека, с которым вы не согласны. Просто вот выловили себя на том, что если бы у вас был в руках сейчас просто нож, вы бы его покромсали на ремни. При том, что в жизни вы можете быть абсолютно мирным, очень тихим, спокойным человеком. Это то, что называется наша теневая сторона, да? Вот эта теневая часть личности, которая есть в каждом без исключения. И можно искать вот этого персонажа в себе. А другой способ, это способ, который предложил Михаил Чехов. Когда я сначала создаю внешнюю форму, я разглядываю, как этот человек, как он ходит, как он одевается, как он вообще себя ведет, как он в теле своем вообще, как живет. Ну, вот просто собираю максимальное количество внешней информации и начинаю подстраиваться под эту внешнюю информацию. Это то, что в НЛП называется очень близко к тому, чтобы пройди милю в моих макосинах, когда мы учимся вставать вторую позицию, когда, например, я ставлю перед собой своего партнера, и я полчаса за ним хожу в его походке, я дышу с ним, его воздухом, я смотрю туда, куда он смотрит, я там делаю то, что он делает, и минут через 15-20 я в состоянии уже спрогнозировать с высокой долей вероятности, что он сделает в следующую секунду. Я начинаю прям его вот понимать и чувствовать. И это прям вот описанная многократно проверенная история, она прям вот... в какой-то момент я прям вот становлюсь им. И это второй способ, который у Михаила Чехова прекрасно описан, там много очень работы воображения, когда я начинаю еще в фантазии в своей, да, как бы сращиваться, притягиваться, набрасывать, натягивать на себя этого человека или персонажа. Ну и есть еще, там, если мы достаточно продвинуты в психологии, то дальше мы можем взять весь набор инструментов, которые психология может предложить, модели мотивации, репрезентативные системы, там, всевозможные карты ценностей и всевозможные методологии личности и все вот это вот накладывая друг на друга human design, тот же самый, И так вот постепенно создать такое объемное очень представление об этом человеке и это дает очень много этажей вглубь. Вот у меня есть сейчас клиентка, она учится в лондонской театральной школе и вписалась ко мне, пришла в личный коучинг для того, чтобы я помогал ей, в общем, с точки зрения актерской, да, развиваться чуть активнее. И мы для ее персонажа в пьесе, которую она играет, прямо сделали очень глубокий разбор по примерно там шести разным и когда она теперь с таким разбором и с таким пониманием поведения этого человека идет его играть, она себя чувствует конечно гораздо увереннее и понимать гораздо больше. Когда ты так вживаешься в роль человека, можно ли использовать эти практики для понимания своих близких? Конечно, особенно вот походи, Милю, в моих макосинах, это вообще прекрасная совершенно история. И у нас в свое время был тренинг с Анюткой Зарянкиной про отношения между мужчиной и женщиной, и мы давали там этот инструмент, что прежде чем осуждать близкого человека за то, что он там не соответствует нашим ожиданиям каким-то, надо очень полезно понять, почему он такой. Если я максимально вот что называется все свое внимание направлю в то, чтобы его почувствовать, его понять, его как бы представить, как если бы я был, например, если бы я был женщиной, у которой месячная, ну например, первый день, вот просто на секундочку, ну понятно, что у мужиков есть свой ПМС, это не секрет, это очень многие об этом говорят, ну бог с ним, но вот если бы мы были женщиной, хотя бы на секунду себе представили, что такое первый день вот этого всего, и я как бы так вот по описанию, когда у меня рода девчонка, у них иногда происходит, у меня просто волосы дубом встают, я понимаю, что я бы не перенес так жить вообще, я бы с ума сошел, каждый, сука, месяц, простите за слово месяц, у тебя вот просто армагеддон такой настает в теле, да, и что, что-то удивляться, что там человек становится, более раздражительным, чем обычно, он становится там менее где-то рациональным, адекватным, и так далее, и когда ты вот какие-то такие вот вещи про человека на себя как бы накладываешь, ты начинаешь по-другому совершенно к нему относиться, и это ровно вот к вопросу о коммуникации, о том, что, и в том числе, вот если, как это, сейчас матрешку мы как бы закроем, с чего начали, ты спросила, зачем это все, а затем, что когда я понимаю реакцию человека или реакцию зрителя, реакцию аудитории, мне гораздо легче, во-первых, на нее дальше влиять как-то, во-вторых, у меня не лезет огромное количество моих личных тараканов по этому поводу, например, есть очень популярные в тренерской профессии, ты сам наверняка знаешь, миф про сопротивляющихся участников, вот есть какие-то такие ужасные сопротивляющиеся участники, которые где-то там ходят, и они приходят на тренинг, и начинают тебе мешать всячески, а это миф, нет никаких в природе сопротивляющихся участников, есть люди, которым непонятно, или которым больно, или которым скучно, что это значит, что если им больно, скучно, трудно, и так далее, непонятно, так это твоя работа, сделать так, чтобы человеку было нескучно, понятно, и максимально с этой болью что-то сделать, соответственно, если человек сопротивляется, это мой косяк, а не его, это моя проблема, и в этом смысле вот разница между людьми, вещающими со сцены куда-то себе в третий глаз, и теми, кто постоянно занят получением обратной связи, и делением выводов на основе этого. Это как раз очень похоже на то, что ты заявил в видео, что сегодня бизнесменам очень важно быть не только ораторами, а именно коммуникаторами, соответственно, понимать, как управлять командой. Командой, аудиторией, особенно вот сейчас, переходя к теме, что вот мы сейчас действительно сидим оторваны друг от друга в онлайне, в тотальном, и вот сейчас момент разрозненности всеобщей научиться свою аудиторию, свою команду вот как щупальцами, как паучок плетет паутину, собирать, удерживать, успокаивать, мотивировать, вдохновлять, это же все, это не в смысле, что я сейчас вас замотивирую, а в смысле я заинтересоваться вами должен, я должен понять, что с вами происходит, я должен как-то обработать отношения, я должен в вас как-то принять участие, и в этом смысле, мне кажется, что коммуникации для бизнесмена сегодняшнего, это вообще топ, это просто вот то, с чего необходимо начинать, просто для того, вот смотри, да, вот с чего должен руководитель, который вот у нас сейчас смотрит, любой, подумать и сказать, так, я теперь хочу быть не просто оратором, вещать вот в скайп, или там в наш этот, в видеоконференцистом, я должен попытаться понять этих людей, что они там чувствуют, чем они боятся, чего они ждут от меня. Ну, просто спросить себя, когда я последний раз спрашивал, как вообще у моей команды дела вообще, как они себя чувствуют, что их беспокоит, как они идут вообще, какие у них вопросы, ну, просто вот, просто есть поговорить, ну, просто вот, не для задач. Что? Стать человеком. Да, ведь есть эта прекрасная модель у моего друга и учителя Тожицкой, которая вот показывает три шкалы в любой человеческой коммуникации, что там есть ось задач, ось отношений, синергии. Вот не всегда нужно заниматься только задачами, тем больше, если соотношениями энергии швах, то задачи решаются очень плохо. И я очень хорошо знаю, как это бывает в команде, я прям наблюдал это в некоторых командах, когда человек пытается там решать задачи, и всех, значит, что у нас стоят такие задачи, сейчас мы с вами должны, а там на уровне отношений полный трындец происходит, потому что не проговорили, потому что не договорились, потому что куча несогласовок и нестыковок по ценностям, по представлениям, по всему. И уровень энергии у системы, ну там где-то в районе нуля, вот так вот. И естественно, что задачи не решаются, а потому что в этот момент мне там как боссу надо разуть глаза и вообще с людьми за стол сесть, вообще в глаза им посмотреть, спросить, а вы как вообще себя чувствуете? А вас что беспокоит? А вы чего хотите? А что... Ну вот хотя бы, да, просто чтобы знать. А дальше на основе этого, например, уже сделать какие-то выводы. Я помню, на одной из конференций мне очень понравилась фраза Владимира Герасичева, известный бизнес-тренер, который сказал о том, что у каждой модели лидерства, например, популярной в нынешнее время, есть обратная сторона. Так вот, у харизматического лидера есть некая обратная сторона, медали, некая теневая часть, выражается в том, что человек очень плохо слышит кого-то кроме себя, раз, и очень плохо интересуется чем-то еще мнениями, кроме своих. Это два. Это да, факт. И это вот, знаешь, как в картинке, когда там вот стаи волков бежит, и там, значит, взади волки идут, которые говорят, слушай, а куда мы идем, а что там впереди? Этот вообще, который там, он вообще, где там? И впереди, значит, мощный волчара, который, я такой охренительный волчара, у меня такие мощные лапы, и он наслаждается собой в полном восторге от собственного совершенства. То есть такой эгоизм вышлистили. Вот это вот портрет очень большого количества команд, да, как-то, и ты, я думаю, в этом смысле даже больше меня знаешь и можешь рассказать, я уверен. И в этом смысле сменить модель с харизматического лидера, который там бежит, значит, с флагом, не особо оборачиваясь назад, а там кто-то за мной есть еще вообще, живые есть, сесть за круглый стол. И, возможно, опять-таки, там же есть еще такой момент, что люди в моей команде, возможно, не такие тупые, не такие глупые, как я о них думаю. У меня был кейс на эту тему прям. У меня был в коучинге человек, который пришел, значит, с запросом, сказал, что я вообще людей не люблю и с подчиненными своими общаться мне прям не нравится откровенно, но просто надо, и что-то, вообще они бестолково ужасные все, и все просто все вот как дети. Я говорю, послушай, а давай мы попробуем с ним общаться, как если бы они были взрослые. Ну вот, давай представим на секунду, что они не дети. Давай представим на секунду, что они, ну, в меня, адекватные, половозрелые взрослые, которые каким-то образом устроились к тебе на работу. Ты же их взял как-то? Ты их взял. То есть они закончили, да, то есть они получили высшее образование каким-то образом удивительным, да, а не каким-то образом, значит, беседование, которое, наверное, несколько этапов даже происходило. Как-то к тебе на работу попали. Что ты такого сделал, что они вдруг стали детьми, неразумными, как один все? Давай попробуем начать с ними общаться, как если бы они были, ну, вот прям вполне себе вменяемыми и разумными. И у человека за неделю просто дивный новый мир открылся. Он через неделю, значит, созванивается, говорит, это что-то невероятное. В тот момент, когда я стал с ними вот разговаривать на равных и с позиции, что я верю в то, что вы сможете, вы справитесь и вы знаете как, они в два раза меньше стали бегать и задавать вопросы, а как нам делать то или это? Они вдруг... Они повзрослели, да, в этот момент? Они как-то повзрослели. И здесь есть очень классный момент, что вот этого внутреннего намерения, то, как я вижу тебя, влияет на то, как ты себя чувствуешь. Вот я вижу тебя как взрослого человека, которого я безумно уважаю, который спец, который мастер в своем деле и с которым мне классно общаться на равных, и ты еще больше чувствуешь себя таким. Конечно. Я начну, например, как-то по-другому к тебе относиться и буду говорить, знаете, Роман, ну, что вы в самом деле, вот правда, какие-то идиотские вопросы задаете. в обзоре не пришли. Вообще, хотел поговорить совершенно о другом и запилю тут какую-нибудь телегу тебе, например, про которую ты не спрашивал даже ни секунду, ну, и вот там что-то начнет происходить дальше с твоими ощущениями в том числе относительно вообще всего процесса. Андрей, спасибо тебе огромное, смотри. Да. Да, буквально время у нас подходит к концу, эфир краткий, и он уже очень много интересного. Все понятно, то есть задача примерно следующая, правильно ли я тебя услышал, что основная разница между оратором и коммуникатором в приложении к практическому применению, например, в бизнесе, это задуматься не только о себе, о своих смыслах, которые ты транслируешь в одностороннем порядке, а открыть канал двусторонней коммуникации, услышать людей, поинтересоваться ими, пустить их в себе, и уже потом предоставляем определенную свободу, давать им возможность высказываться и обсуждать. То есть, знаешь, как сказать, создать элемент какой-то такой командности, где ты понимаешь чувства каждого, и совокупность каждых дают синергию в достижении этих результатов. Я бы лучше не сформулировал, чем ты, абсолютно точно. К этому добавить можно, наверное, только такой момент маленький, что, мало того, еще и возникнет такая штука, как энергетический обмен. И у харизматических лидеров, которые вот в одиночной позиции, у них, как правило, бывает проблема, они очень часто очень сильно устают и очень быстро выгорают. И очень жалуются на то, что я опять выгорел, у меня сил нет, опять всех на себе тащишь и так далее. В тот момент, когда ты перестаешь быть, скажем так, артистом, наслаждающимся собственным величием и начинаешь заниматься общением с аудиторией по-настоящему или там со своими подчиненными, с командой, вот этим взаимным процессом, то вдруг удивительная вещь происходит, возникает энергообмен, который начинает тебя питать. И ты вдруг становишься более, и ты получаешь себе что-то, и ты чувствуешь себя более здоровым, и ты чувствуешь себя более энергичным, и дела идут сразу в горы. Это та самая ось энергии, которую я вот чуть выше сказал. Да, все так. И, конечно, современному оратору, современному спикеру, тренеру, бизнесмену, лидеру быть внимательным и открытым к диалогу и взаимообмену, я думаю, очень важно. Супер, спасибо, классно, тему раскрыли, буквально последние пять минут, мы все вдруг не с того стали играть роль домоседов, и тут появились новые взаимоотношения, женаты, которую не видел там целый рабочий день и мог от нее сбежать на работу, муж, который вдруг не с того теперь целый день лежит, или, самое интересное, представь, вдруг всем одновременно нужно сидеть за компьютером, дети учатся в школе за компьютером, компьютер один, надо как-то его поделить, кому-то надо музыкой позаниматься, кому-то еще о чем-то, как принять эти роли, как сделать так, чтобы внутри семья не развалилась, а наоборот стала крепче, то есть, как научиться играть ноль стопроцентного продвижения. Ты жесток, Роман, ты сейчас хочешь, чтобы я за пять минут ответил на вопрос, на который надо проводить тренинг трехдневный. Давай заложим, давай заложим серию встреч, не проблема, вот что-нибудь простое, но практичное, знаешь, по сети ходит это видео, женщины-испанки, матери, которые так эмоционально говорят, мы второй день сидим дома, мне директор музыкальной школы писал ноты, я не умею читать ноты, зачем они мне нужны, где я возьму пианино дома и так далее, и так далее, знаешь, что делать? Делать, что вообще, знаешь, в старину, в семьях была традиция такая очень классная, когда вот в случае каких-то внешних изменений, внешних обстоятельств, вся семья садилась за столом, и там отец семействовали, в общем, кто-то, кто по голове сидит, в столах начинал, да, старший, затевал разговор, говорил, друзья мои, любимые, родные, у нас вот государь-император вот и соизволил вот это сделать, а вот там война началась, или там еще что-нибудь началось, или там банк вчера там вот так себя повел, и нам в связи с этим, вот давайте обсудим, как мы дальше будем с этим жить, и как мы будем действовать, огромная проблема сегодняшних семей, очень многих, в том, что в них, в общем, коммуникации из серии сесть в глаза друг к другу, посмотреть, спросить, как ты себя чувствуешь, а что с тобой происходит, а как мы вообще дальше с этим будем, а что мы будем делать, вообще напрочь отсутствует, потому что каждый в своем гаджете, таким образом, мы накапливаем огромное количество конфликтов, напряжения, недосказанностей, и вот это вот, дескать, а, само рассосется, а сама происходит столько ОРЗ, и то, как мы знаем, не всегда уже, и не всякое, и то, потому что наша иммунная система что-то очень активно делает для того, чтобы эта ОРЗ само рассосалась, так вот, в случае с вот этим вот, опять, в закрытом помещении люди, мы не поменялись, это кажется, что мы поменялись, поменялись обстоятельства, которые просто чуть более ярко показывают, как мы устроены, и все, и в этих обстоятельствах у нас нет другого выбора, кроме как сесть, увидеть друг друга, и, может быть, начать впервые за долгое время честный, открытый, доверительный, бережный диалог друг с другом, узнать, чего кому важно, договориться, распределить обязанности, распределить полномочия, сейчас система вышла из баланса, да, и дальше у нас есть выбор, либо эта система отбалансируется как-то сама, но есть шанс, что нам не понравится, как она отбалансировалась, потому что развод в семье, это тоже такой вид баланса, знаешь ли, да, то есть мы как бы из баланса мы вышли, и закончилась разводом, и вот так система опять штаканилась, методом разрушения себя, да, а можно начать ее балансировать вручную, вот сейчас мне кажется время семьям, отношениям, компаниям, людям балансироваться вручную, вот это я думаю. Ты знаешь, я в свою молодость у нас было очень популярным, вот эти, знаешь, магнитофоны большие, и на них была панель эквалайзера, может быть, ну ты же явно представляешь, что такое эквалайзер, такими рычагами, так вот мне кажется сейчас, вот это отличная визуализация, что надо поднастроить, где-то отпустить, где-то повыше поднять, и это ответственность каждого, это не значит, что кто-то один должен взять и на всех настроить, каждый должен понять, чтобы дальше в мире жить, мне тоже надо что-то в себе сделать, я тоже должен за что-то отвечать, где-то себе наступить на горло, где-то промолчать или наоборот, где-то стукнуть кулаком, чтобы баланс позитивный сохранился. Да. Отличный эфир. И вот это вот состояние шока, оно должно у всех прийти. А такие, как те люди, которые знают, как уметь, как на себя одеть роль, как показать, как научиться. Вот я думаю, что было бы классно. Может быть, не обязательно то, что это мы должны делать с тобой вместе. Может быть, это ты на своем инстаграм-конаме каждый день выдавал какой-нибудь урок актерского мастерства для тех, кто оказался в одной квартире. Хорошая идея. Хорошая идея. Можно и так. Спасибо за идею. Спасибо за идею. Вот видишь, как мы замечательно пообщались. Я там с идеей хорошей от тебя ухожу. Спасибо тебе большое. Как всегда, невероятно рад тебя видеть. И надеюсь, что скоро все это закончится. И, кстати, еще тебе одна идея. Ведь мы же живем абсолютно онлайне, как ты сказал. Давай проводить моноспектакли. Мы будем все смотреть в инстаграме, где угодно. Почему нет? И я с удовольствием... В принципе, в принципе, это вообще прям классная вещь. Почему бы нет? Давай запланирую какой-нибудь спектакль. И мы все придем к тебе смотреть это тоже теперь новое впечатление. Почитать, да? Почитать чего-нибудь вслух, например. Круто. Вообще круто. Вполне себе, да. Хорошая идея. Хорошая идея. Кстати, да, можно на днях что-нибудь... Найду из окромов что-нибудь хорошее. Почитаю, например, вслух в прямом эфире. Очень здорово. Классно. Спасибо всем огромное. Да, пока. Очень рад был тебя видеть. Пока.